В Москве прошел юбилейный 25-й по счету Всемирный Русский Народный Собор. В этом году крупнейший церковно-общественный форум посвящен теме «Настоящее и будущее русского мира». В первый день форума в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошли тематические секции на актуальные темы. На заседании образовательной секции собора побывала наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева. 11 секций Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя и на других площадках Москвы в первый день работы форума были посвящены идеологии и экономике, демографии и молодежной политике, военным вопросам, международным отношениям, вопросам волонтерства и благотворительности, проблемам миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию. Образовательная секция собора собрала делегатов в патриаршем зале Храма Христа Спасителя. Открыла работу собрания сопредседатель регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, председатель Совета по взаимодействию Русской Церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В докладе Владыка проанализировал итоги прошедшего года в части консолидации усилий образовательных структур и Русской Церкви и обозначил приоритетные направления работы на год предстоящий. Рабочие отношения с профильным министерством, министерством просвещения, министерством образования и науки развиваются динамично и в самом позитивном ключе. Общим местом стала работа со сводом традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые были чуть больше года назад обозначены и вынесены в центр нашего внимания указом номер 809, подписанным нашим президентом. В частности, под ведомственными учреждениями Министерства просвещения выделяются необходимые финансовые ресурсы и в наступающем, в 2024 году, будет произведен ряд научно-исследовательских работ по разработке системы интеграции традиционных российских духовно-нравственных ценностей в существующие или измененные основные образовательные программы. По мнению представителя делегации Свердловской области Александра Давыдова, именно образовательная сфера сегодня является определяющим и важнейшим направлением развития социума. И здесь необходима переориентация общества с западного пути на собственный, суверенный. Мы 30 лет шли в сторону Запада, и это, конечно, путь самоубийственный был в определенном смысле. Нам надо, но его невозможно взять и одним розчерком перечеркнуть. Придется постепенный переход совершать, открывая, как называется, окна вертона в обществе, сдвигая обратно в традиционные ценности. Как отметил известный общественный и политический деятель Валерий Фадеев, инициатива глобальных преобразований в образовательной сфере должна прежде всего исходить от педагогов, а не бюрократов. Мы топчемся вокруг вопросов важных, но второстепенных. А на вопрос, к чему нам следует учить детей и как, мы ведь не отвечаем. Педагоги и директора – вот главные фигуры. Выдающиеся директора школы, они есть. И выдающиеся педагоги. Вот на них надо делать ставку. Их надо попытаться объединить, чтобы сделать вот эти кардинальные шаги вперед. Это возможно. И я, собственно, к этому призываю, когда говорю, что надо гораздо смелее и масштабнее, чтобы обсуждать проблемы образования. Задача, которую обозначил Всемирный Русский Народный Собор в сфере образования, отметил владыка Евгений, это прежде всего диагностика существующих болевых точек и конструктивные и консолидированные шаги всего общества по их решению. Год назад обозначили проблемы. Они нисколько не потеряли актуальность за 12 прошедших месяцев. Но более того, те практические шаги, которые свершаются в структурах исполнительной власти, в университетах, в научных образовательных школах, я вижу, что эти школы, эти учреждения, они стали выполнять практические шаги по преодолению проблем, которые были обозначены на предыдущем Всемирном Русском Народном Соборе. И сегодня мы поднимаемся ступеньку выше. В целом, пленарные и секционные заседания юбилейного 25-го Всемирного Русского Народного Собора, по мнению участников форума, станут важнейшим событием политической и общественной жизни России.